Друзья, всем привет! С вами тренер по физической культуре и физический реабилитолог Марио. Сегодня здесь вместе с вами я хочу разобрать квадратную мышцу поясничного отдела. На самом деле это парная мышца, она находится с двух сторон от позвоночника, слева и справа. Эта мышца отвечает в том числе за стабилизацию нашего корпуса, за прямохождение и за нашу с вами красивую осанку. Если она еще не такая, давайте начнем ее такое делать, друзья. Перед тем, как я перейду к демонстрации упражнений, которые направлены на проработку данной мышцы, данных мышц, потому что мы уже обсудили их две, я хочу объяснить кое-какие анатомические особенности, понимание которых будет давать более осознанное понимание при выполнении упражнений, которые я буду сейчас показывать. Значит, квадратная мышца, это парная мышца, она находится с двух сторон, справа и слева от позвоночника, крепится к нижним ребрам 12-м грудной клетки, внизу крепится к внутренней части подвздошных костей и по вертикали крепится к поперечным отросткам позвоночника. Какие функции имеет данная мышца? Первое, это так называемая латерофлексия, наклоны в стороны, наклоны в стороны, латерофлексия. И второе движение, которое имеет эта мышца, это наклоны вперед, потому что она входит в группу мышц разгибателей спины. Не она единственная разгибает спину, да, она входит в группу мышц разгибателей спины. И основываясь на функциях данной мышцы, которую только что показала, мы будем делать наши упражнения. Ну что, друзья, готовы? Точно готовы? Погнали! После хорошего разогрева поясничного отдела мы берем тренировочный жгут. Сразу тут скажу важное дополнение, когда вы начинаете изучать новую двигательную задачу, то это необходимо делать медленно, без утяжелений. В некоторых случаях утяжеление допустимо, для чего это необходимо, чтобы сложился правильный паттерн, модель движения. В данном случае я сложил жгут пополам, поместил под правую стопу, она у меня опорна, и работаю на левую сторону, на левую квадратную мышцу. Чуть медленнее ее растянул, чуть быстрее сократил. Чуть медленнее ее растянул, чуть быстрее сократил. Друзья, специально поворачиваюсь в профиль для того, чтобы объяснить один важный нюанс, потому что в наклоне корпуса в боковую сторону участвует не только квадратная мышца поясничного отдела, но и косая мышца живота. И для того, чтобы сместить акцент именно на квадратную мышцу, я наклоняю корпус немножко назад. То есть я иду вбок и немножко назад. Даю акцент для того, чтобы квадратная мышца еще лучше сократилась, еще лучше проработалась. Здесь я растягиваю квадратную мышцу из положения стоя. В данном случае мы работаем над правой сторонкой. Хочу обратить ваше внимание, что я не просто завожу руку над головой, вот здесь специально для этого поворачиваюсь в профиль, а завожу руку над головой, хорошо растягиваю боковую линию, квадратную мышцу, и чуть-чуть корпус даю вперед. Это нам дает лучшее удаление 12-го ребра от подвздошной кости, что способствует и влияет на более лучшее и качественное растяжение квадратной мышцы. Продолжаем укреплять квадратную мышцу. Как я сказал ранее, одна из ее функций – это разгибание спины. Здесь я специально скругляю спину для того, чтобы увеличить амплитуду ее движения, а также подключить в работу другие мышцы, которые входят в группу мышц-разгибателей спины. У кого есть склонность к головокружениям, то можно начать делать это упражнение из положения сидя, как это показано в правом верхнем углу экрана. И последнее упражнение по растяжению квадратной мышцы по направлению вдоль позвоночника. Я занимаю позу бабочки, стопы свожу вместе, отвожу их от себя, цепляясь руками, и с каждым выдохом стараюсь опуститься все ниже. Друзья, всем огромное спасибо за внимание. Значит, в описании данного видео оставил детали по данной тренировке, сколько подходов, сколько повторений, другие ценные рекомендации. Если это видео было для вас полезным, оно вам понравилось, то вы можете меня отблагодарить, сделать репост данного видео, направить его своим друзьям, своему окружению, другим людям, кому потенциально это видео могло бы быть полезным. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, если они есть, ставить лайки. Лайк – это то, что меня тоже будет мотивировать. Я буду понимать, что я двигаюсь в правильном направлении. И задавайте обязательно вопросы, если есть, будем вместе разбираться. Кстати, насчет вопроса, друзья, вы можете присоединиться на мой телеграм-канал, не только на ютуб-канал, где мы сейчас с вами общаемся, но на мой телеграм-канал, где я активно общаюсь со всеми участниками этого комьюнити, скажем так. Друзья, будьте здоровы. И помните, что здоровье – это не что-то снисходящее сверху, это то, на что мы можем влиять в поседневной нашей с вами жизни, в первую очередь, начиная с занятия физической культуры. Друзья, будьте здоровы. Всех люблю. Марио. Марио. Марио.